Очень много сексистских, в первую очередь, а также очень мерзких и призывающих к насилию комментариев. И мне это очень расстраивает. Неужели у нас такое общество? Привет, меня зовут Даша, и сегодня вы увидите первый выпуск обновленной серии новостей мир моделизма. И в этой рубрике я со Стёпом обсуждаю все новости мира моделизма и околомоделизма. Ну а главная новость каждого декабря – это нытье российских любителей моделизма, связанное с выходом нового каталога от фирмы Звезда. Все хотят увидеть модели Драндулета своей мечты, но будем реалистичными. Ведь такая крупная компания, как Звезда, ориентируется на некоторое маркетинговое исследование. И, соответственно, выпускает модели именно для широкого круга любителей техники. И в эту парадигму отлично вписывается К-52, герой священной военной операции. Хотя Звезда наверняка будет отникиваться от этого хайпа. Но мы же все знаем, что сотни тысяч патриотов, вдохновленные видео с телеграм-каналов от военкоров, побегут заказывать камский винтокрыл и обязательно обклеят весь фюзеляж Z или V и будут прокручивать в голове во время сборки, как 52 уничтожает армады леопардов. Z! 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 Так что 3D-печатная версия от Arma Models с обвисшими лопастями будет уходить в небытие. Ну а купить будущую новинку от фирмы Звезда вы сможете угадать и где. В Арм? Нет. Конечно же в модельной лавке. Именно в этом интернет-магазине камстрамские мужики ласково упакуют в вожделенную коробочку, запакуют вам красочек по вашему желанию и отправят быстрейшей курьерской службой вам на рабочий стол. Хоть и в лютую тайгу, хоть и на Сахалин, хоть и прямо на пляж в Сочи, я лично проверяла. Но если вы живете в Европах, то уж извиняйте. Камстрамские мужики высылают модели только на территорию России и Белоруссии. Ну а чтобы сэкономить 500 рублей на свой первый заказ, вы можете воспользоваться вот этим промокодом. Ну а также и ссылочка на магазин и на промокод есть у меня в описании каждого видео и также в закрепленном комментарии иногда. И давайте немного отвлечемся от новинок фирмы Звезда и поговорим о других производителях. О том, что вышло у Восточного Экспресса, вам расскажет, например, Олег Тиньков. Нету ни хуйня. Вот просто ни хуйня. И, наконец, кострамские мужики в декабре показали несколько очень крутых новинок. Например, вышел автокран на базе КамАЗа. И тут я просто поражаюсь маркетинговому мастерству кострамских товарищей. Они же прекрасно знают, что все люди обожают КамАЗы и быстро их скупают. А также просто люди обожают автокраны и тоже их быстро скупают. И как вы думаете, что выпускает АВД? КамАЗ на базе автокрана. Тьфу, и АВД выпускает, как вы думаете, что? КамАЗ. Тьфу, блин. И АВД выпускает, как вы думаете, что? Кран на базе автокрана. И как вы думаете, что выпускает АВД? Кран на базе КамАЗа. Вот сюрприз, что эту модель очень быстро раскупили. Кто бы мог догадаться? И вообще, зачем выпускать увеличенный тираж заведомо успешной модели? Они же не видят смысла в зарабатывании денег. И кому вообще нужны деньги в 21 веке? Наверное, только мне. И такая же судьба постигла Татру Ямал. Многие жители России могли видеть такие самосвалы, особенно в восточных и северных регионах, постоянно расширяющиеся страны. Маркетинговый исход тут был не совсем очевиден. Так что я прощаю эту оплошность костромским логистам. Татра ищите у перекупов. А вы знаете, что у меня их две. Смолиные модели от АВД в последнее время меня не очень сильно радуют. Но выход трактора БелАЗ меня заставил подвинуть мои планы в моих стройках. И это некий аналог кировца. Так что благодаря этой модели у меня появится дополнительная мотивация изучить послевоенное советское тракторостроение. Это тоже очень интересная отрасль в моделизме. Мне кажется, вообще не хватает темы сельскохозяйственной техники. И также в АВД вышел фургонный карус. Да, венгры делали не только знаменитые автобусы, но еще и фургоны. Ну а также вышел автобус Шкода ЛиАЗ и цельнометаллический УАЗик. Я думаю, эти модели порадуют только искушенных моделистов. Олег Юрьевич, как вам новинки от АВД в этом месяце? Круто! Да это ж круто! Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли... Блин. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусте. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусте есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК Донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И также я очень хочу поднять очень важную тему – тему женщин в моделизме и хейте женского моделизма. И в одном из рекламирующих меня бесплатно пабликов зашла речь о пиздецполе, то есть обо мне. Типа единственная женщина-моделист-блогер и все такое. Типа из-за того, что я единственная в своем роде, ко мне приковано внимание. Чем, кстати, и пользуются бесплатно рекламирующие меня паблики. Где речь заходит именно обо мне, то сразу же появляются и скандалы, и интриги, и расследования. И приходит много людей в комментарии, и, соответственно, эта запись хейтера выходит в рекомендации. Соответственно, и растет стоимость рекламы у этого поста. И не пугайтесь, все вот эти лишние срачи просто помогают зарабатывать деньги на моем имени кем-то другим. Ну а как такое получилось? Изначально я была не единственная. И даже я как-то делала видео о медийных девушках-моделистах. И оно до сих пор у меня есть на канале. Это видео я сделала два года назад, и, к сожалению, с тех пор видео потеряло свою актуальность, потому что ни одна моделистка не ведет свой канал на сегодняшний момент. Например, та же Катя из МКС. Вроде бы собиралась вести новости модельного мира, но как-то у нее это не получилось. И в одном из прошлых постов я об этом писала. А также в свое время было очень много концептуальных клонов меня, но они после пары-тройки видео переставали вести свою деятельность. Я вам скажу по секрету, популярность ко мне пришла только через полгода еженедельных видео. И такая же история с Анной из Скайла Хангар. Она тоже забила, хотя как моделист она была заметна лучше меня. А вообще канал Скайла Хангар известен тем, что они очень ненавидят русских и вообще любой вид российского флага. Так почему так происходит? Ведь блогинг – это работа, а блогинг о моделизме – это просто двойная работа. Тут мало просто написать текст и уметь это рассказать и обыграть. Тут надо поработать ручками хоть как-нибудь. И модельку найти, и на красочки потратиться, и на аэрограф, и на компрессор, и на кучу разной сопутствующей техники. Собственно, поэтому Катя из Новосибирска решила попробовать себя в новостях моделизма. Ведь тут не надо вкладывать еще дополнительный труд. Блогинг о моделизме – это и трудо, и время затратный жанр. То есть блогинг о моделизме – это работа, и помимо своего личного энтузиазма, он должен также приносить и, к сожалению, и деньги. Скорее всего, по этой причине и перестали работать АЭФ-студия и Игорь Сидых – самые лучшие по продакшену каналы на тот момент. Монетизация ушла, и каналы тоже. АЭФ как-то даже пытался продвигать спонсорство, но, видимо, наши люди пока не готовы давать деньги на контент про моделизм. То есть помимо моделиста, продюсера, видеоконтента, ты еще должен быть и микробизнесменом, чтобы мотивировать себя делать регулярный контент. А делать фигурярный контент нужно, чтобы ты не терялся в информационной повестке. А практически все платформы для размещения контента требуют регулярность. Иначе ты выпадешь из рекомендаций, и, соответственно, будешь меньше получать денег. Так что спасибо пабрикам и хейтерам за мое бесплатное продвижение. Вернемся к звезде. Интересно выглядит анонс советского сверхзвукового пассажирского самолета. Ту-144 в 144-м масштабе. Это довольно иронично. Когда-то давно такую модель делали киевляне из ICM. Так что звезда вовремя импортозаместилась. А как говорят мужики, ту-144 о свою не разу. А если таков, меня также заинтересовал и шаг в 48-м масштабе. Эта машина мне больше нравится, нежели яйки или миги. Этакий бочонок с крылышками. Он довольно харизматичный. Этакий цикал с крылышками. И не пугайтесь, слово летак в моем лексиконе. Оно мне очень нравится. Благодаря тому, что несколькими буквами отлично передает суть этого объекта. Типа, что там в небе? Так это шли так. А вот самолет звучит чересчур научно. Примерно такая же история со словом пихвы. А пока в России анонсируют и выпускают кучу моделей, давайте посмотрим, что происходит по ту сторону фронта. Поговорим об украинском моделизме и моделистском блогинге. И в отличие от российских производителей, их украинские коллеги не стесняются выпускать модели, участвующие в перевернутом СВО. Например, Киевская ИСМ разослала блогерам свою новинку. Бронеавтомобиль Казак. Я бы назвала это мрапом для бедных. Я решила пусть и дистанционно, но прикоснуться к новинке. И естественно, я пошла на каналы побратимов моделистов. И я, к сожалению, не смогла ничего понять. Украинские моделисти перешли на мову. Модель Казака разроблена за допомогою науково-ребничого объединения «Практика». Это украинский виробник броньованих військовых автомобилей. И не стесняются делать заголовки на русском. Как, например, это делает Микола Лохань. В девичестве это не X-Tanks. К сожалению, эстетов мовы и моделизма одновременно не так много. Так что неудивительно, что косяк аудитории Николая был русскоязычный. И я понимаю, что он своим контентом хотел бы наказать россиян, а за что уже страдают тогда казахи, молдаване или белорусы. Тем не менее, Киевская СМ продолжает клепать новинки. Будто ничего вокруг особо не происходит. Например, они анонсировали выход модели немецкого многоцелевого судна в двух масштабах. В 144 и 350. За что и получили от российских любителей флота одобрение в сети. Оно и понятно. Последний оплавающий прототип звезды был реализован в пластике два года назад. Это был ледокол «Арктика». Куда уж Арктики до тевтонских посудин. Ну, Арктика была просто супермодель. За что меня и захейтили поляки. Также киевляне продолжают клепать разные версии обновленной модели студебекер. И мне очень нравятся зимние бокс-арты. Особенно, когда сама машина на нем изображена в исходном зеленом цвете. Ну, а самая вопиющая новинка от киевлян – это набор фигурок с заглавием «Тихо пришли и тихо ушли». Либо это отсылка к диверсионным действиям украинских солдат на территории России, либо же это намек на то, что силы специальной операции ничего не делают, что их просто не слышно. И забавно, что они анонсировали этот набор на каком-то обгаженном столе в черных перчатках. Видимо, чтобы просто лишний раз не оставлять отпечатки пальцев. Ну, а по поводу этих новинок вам могут сказать только это. Ну, это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждать. LifeRaising планирует выпускать набор фигурок российских бойцов. И знаете, что самое главное – работе над фигурками от LifeRaising. Это ни в коем случае нельзя их копировать, а лучше просто не покупать. Ведь каждый купивший их модель – это потенциальный пират. А пиратить очень плохо, понятно. Ну, а благодаря современным средствам цифрового скульпторинга переливать чужие модели, нет уже особой надобности. Финсбенч показали рендеры фигурок сдающихся украинских солдат. Ведь моделизм вне политики. Вы так думаете? Ну что, купим или нет? И, кстати, совсем недавно ко мне обратилась одна китайская фирма с просьбой собрать на видео одну из их новинок, изображающую американскую технику. А в переписке они выразили опасения, что русские не очень любят американские боевые машины. И по их информации, русские вообще ненавидят ни Брэдли, ни Абрамса. И продажа таких моделей просто запрещена на территории Российской Федерации. Но я, в свою очередь, заявила, что русский народ – он самый толерантный в мире. И мы одинаково уважаем и Брэдли, и Леопарды, и также французскую бронетехнику, и украинские танки. Да так чтим, что они у нас просто выставлены в прекрасном состоянии в парке «Патриот» на специальной выставке. А дать уважение этой технике приходят тысячи россиян каждый день. И мое видео об этой экспозиции на втором канале уже скоро наберет миллион просмотров. Но я вам не советую залезать в комментарии, ведь там каждому русскому желают смерти. И вообще я не поддерживаю такие комментарии. И это довольно неправильно. А вообще чтить зарубежную технику у нас просто национальная особенность. Вон, посмотрите, все чиновники на Мерседесах ездят. Так что скоро на моем канале выйдет обзор очень интересной модели от очень молодой китайской фирмы. А китайский интернет-магазин в российской социальной сети мне назойливо рекомендует пикантные миниатюры. Это напечатанные на 3D принтеры любовные сцены, заботливо очищенные от поддержек нежными китайскими ручками. И любопытно, что судя по комментариям заказчиков, фигурки действительно выполнены на очень высоком уровне. А исходный масштаб миниатюр 24-й. Но по договоренности с магазином вам могут напечатать просто абсолютно любой масштаб. Ну а пока детишки из ArmaModel сделают модельки динозавриков, китайские гигачата занимаются во всем смыслах просто взрослым моделизмом. Если честно, не знаю, как убрать эту рекламу у меня из ВК. Ну а вернемся к каталогу звезды. В конечном итоге он меня разочаровал. После двух премьер в 43-м масштабе в прошлом году Ролиного Камаза и Зилка 130 я ожидала продолжения банкета в истинно автомобильном 43-м масштабе. Например, я думала, что они сделают Рескейл Уазика Бобика или займутся Уралами и Камазами. Например, оранжевый самосвал – это просто прямой прецедент на Рескейл. Но в новинках 24-го года автомобилей в 43-м масштабе я так и не заметила. И меня это немножко расстроило. И мне придется продолжать работать над моделями АТВД. Или же тут опять имеет место какой-то картельный сговор. M-Hobby упорно называет мини-арт польской фирмы. Хотя на официальном сайте никакой информации об этом нет. И нет информации вообще, где находится их офис. Вот такая прикольная фирма без адреса и без офиса. А вообще интересно, откуда такие данные о положении мини-арта у M-Hobby? Хочется услышать пруфы. Все-таки это СМИ как-никак. И тем не менее, несмотря на все передраги, мини-арт продолжает клепать новинки. И на этот раз они показали американский летак. P-47 в 48-м масштабе. И как это принято у фирмы без офиса, модель будет высоко детализированной. А надпись «базовый набор» как бы нам намекает, что рано или поздно должен выйти продвинутый набор с некоторыми дополнениями. А вообще, мне кажется, нелогичнее ли было мини-арту переехать в Китай? Там у них опять-таки только по слухам находится производственная база. А для неискушенного зрителя я напомню, чем в первую очередь известна эта фирма. Ведь в самом начале боевых действий на Северном Причинноморье они активно собирали денежку на дроны для ВСУ и активно призывали москаляку на геляку. А я как москаляка не одобряю такие действия и вообще не призываю никакому насилию ни с какой стороны. Лучше делать как китайцы в предыдущих новостях – любовь, а не войну. А спустя некоторое время я поняла, почему M-Hobby считает мини-арт польской фирмой. Ведь под этим флагом эта фирма значится на сайте Skillmates. Вот не знаю, насколько верить этому источнику. Я смотрю на активность в комментариях на официальные группы «Наши поезда» от Madimio к анонсам их новых выпусков и думаю. И столько комментариев набирает разве что только записи к анонсам новинок от фирмы «Звезда» в их же группе. Анонсы от ОВД в последнее время столько внимания не привлекают. А это значит, что поезда действительно интересуют широкую аудиторию. Но журналки я не очень люблю, но тратить время на смывку китайской краски мне не очень хочется. Почему бы Костромским мужикам не выпускать серию локомотивов в деталях? Помимо самих локомотивов, лучше должны продаваться, наверное, бесконечные вагоны. А также можно и зелки, и танчики сделать в 87-м масштабе, которые будут в качестве груза. Было бы интересно посмотреть на такой проект. Вы на комментариях напишите, вы бы хотели собирать поезда. Наши поезда – самые поезда Т. А в Ростове возобновляется производство моделей фирмы «Флагман». И они показали свой каталог, где присутствует несколько яков и ишаков в 72-м масштабе. А также несколько плавающих образцов. А еще одна активная фирма на российской территории. Это очень даже хорошо. А также другой, отечественный производитель «Пластик Платон» выпустил набор игровой миниатюры на тему немецкого летнего наступления в 43-м году. И мне очень приглянулся этот фриц. У него настолько нацистское лицо, что требует удара прикладом по ПШ. Так что нельзя забывать про превосходство славян над нацистами. А на загнивающем западе Итальери давно не выпускает новинок, а лишь доводствуется перепаком своих старых моделей. Например, скоро у них выйдет, наверное, обновленный «Мерседес» и, наверное, обновленный «Бетфорд». А в моей любимой автомобильной теме у звезды в наступающем году довольно грустно. ГАЗ-66, она же «Шишига» – интересный образец отечественного автомобилестроения. Я такую собирала очень давно, но от Восточного экспресса. И помню, что такая модель стоила в районе 300 рублей. И по качеству она была плоха даже на тот момент. И, кстати, эту модель в куче с другими старыми моими работами я передала вам в музей. Пусть она там будет радовать своих посетителей. Парк военных автомобилей в 72-м масштабе дополнит КАМАЗ и град на шасси Урала. Вполне ожидаемые логичные новинки от звезды. Даунскейлы у звезды получаются очень даже отличными. А 72-й масштаб я очень люблю. Ну а в целом каталог на 2024 год у звезды получился средним. Меня огорчило отсутствие новинок в 43-м масштабе. Также жаль, что лобнинцы не продолжили раллийную тему. Нет немецкой техники. Хотя вполне вероятно, что она выйдет в виде перепаков от отельери. И современной бронетехники в новом году нас ждет модернизированный Т-62 с бровями Брежнева. А также гвоздика Т-62 в 72-м масштабе. Хотя хотелось бы и обновленную линейку Т-72. Особенно самую современную версию Т-72 Б3 образца 2022 года. Но моделист такой человек, ему очень сложно угодить. Особенно всем и сразу. Так что я продолжу строить модели от звезды в новом году. А вы? И это были все интересные новости на тему мира моделизма и околомоделизма. Которые тронули мое сердце. Напишите в комментариях, какая новинка или тема зацепила вас больше всего. А также какие фирмы вы бы хотели видеть в моем обзоре. А если вы хотите продолжить эту рубрику, то голосуйте комментарием. И обязательно лайком. Ну и просмотром. Так что модели покупайте на модельной лавке. И поддерживайте меня на пусть. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. И вообще я хочу еще сказать, что на моем втором канале Даша Техник очень много сексистских. В первую очередь. А также очень мерзких и призывающих к насилию комментариев. И мне это очень расстраивает. Неужели у нас такое общество? Такое агрессивное. И саморазрушающийся. Все. Оставлю это как риторический вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!